Сегодня презентовал свою концепцию Экология Новосибирска, это консессионер И больше вопросов касались его работы Наши депутаты очень активны, городского совета И часть они входит в рабочую группу Которая создана была в ЗАГС-собрании Именно по реализации мусорной концессии Это так И сейчас мы будем рассматривать варианты Естественно, сегодня эти предложения прозвучали не раз Что городсовет должен занять более жесткую позицию И более четкую позицию Будем обсуждать с коллегами До сих пор вопрос подвешен Я написала про лаборатору в Новосибирске Пока ответы нет Из четырех полигонов, которые существуют Для города Новосибирска Только один имеет лицензию Остальных, соответственно, даже этого имеющего лицензию Осталось срок эксплуатации От полутора до четырех лет Это еще одно ограничение Следующее ограничение Это наступление в соответствии с законодательством 1 января 2019 года Когда нам надо будет уже соблюдать полностью законодательство Когда должен быть выбран региональный оператор Единственный региональный оператор на территории субъекта Когда мы должны реализовывать территориальную схему по обращению с отходами Которая была принята 26 сентября прошлого года Буквально недавно на комитете по строительству Недавно узнали, что все-таки затраты То есть будут озвучены в небюджетные Которые принесла уже отология Новосибирск По мусору на конце 75 миллионов составляет Хотя нам озвучили до этого, что это ноль А на комитете по строительству там озвучили 75 Вот хотелось бы понять, какая все-таки реальная сумма затрат Мы не имеем рычагов сказать Нет, разорвите или нет, это хорошо и продолжайте Но вопросы тарифной политики, безусловно, завязаны В том числе и на жителей города Новосибирска Когда вопрос коснется, когда коснется конкретных цифр По тарифам, да, за вывоз твердых бытовых отходов Безусловно, мы будем эту тему обсуждать Высказывать свое мнение Согласным с такой постановкой вопроса Или не согласным Это объективная реальность, которую мы найти, уйти не можем Но есть тарифный регулятор, который будет, соответственно, это считать 2,7 раза в повышении, можете сказать, это сколько будет, вот от какого среднего 350 рублей переработка мусора, или 100 рублей захоронения Вот о мусульманах у вас раздает ту цифру, которая, ну, порядка 450 рублей Эта стоимость будет утилиз... Сейчас... Вопрос о том, что за утилизацию, за вывоз мусора В любом случае придется это платить Ну, бесплатно Ничего в нашей жизни практически не бывает Кроме, там, может быть, эмоций Или, там, каких-то человеческих отношений И вопрос цены Какая цена должна быть Наверное, да, здесь должна быть какая-то оптимальная середина Чтобы это было подъемно для населения Эта оплата И чтобы она была совершенно точно обоснована Ряд депутатов достаточно глубоко Пытаются разобраться в этой ситуации Но еще раз говорю Ну, этими вопросами должны заниматься, на самом деле, там, профессионалы в этой области Давайте мы будем задавать городскому совету вопросы о том, вот, как у нас работают кардиохирурги Например, что они делают правильно, что они делают неправильно Все-таки этими вопросами должны заниматься люди, кто в этом понимает, разбирается, у кого есть уже определенный опыт работы И на основании этого, наверное, им, в том числе эксперты или ученые, которые сейчас в данный случай к этой теме привлекаются Они должны давать оценку И на эту оценку мы, наверное, можем опираться Потому что уже звучат такие вещи Ну, по крайней мере, я слышал о том, что привлекли наших ученых с Академгородка на оценку этой ситуации Их обвинили в том, что они ангажированы, проплачены, и они выдают односторонние заключения Предлагают специалистам МГУ из Москвы провести, соответственно, исследования какие-то У нас тоже ряд представителей говорят о том, что, значит, сейчас москвичам тоже заплатят деньги И они дадут то, что удобно Ну, любого эксперта, любого ученого сейчас можно тогда обвинить в коррупционогенности, в какой-то заинтересованности И в том, что он получает деньги для того, чтобы какую-то вот однобокую картину представить Ну, не на все вопросы сегодня получены были ответы, но это и нормально Те вопросы, которые, значит, еще нуждаются в ответе, будут в письмном виде кондиционировано направлены И мы надеемся в тяже время получить ответы Почему на сегодняшний день эти данные не учитываются? Почему мнения людей не нарезаются?